Так, ветклиника, биоконтроль. Что ты делаешь, Софи? Хочу записаться на прием в биоконтроль, говорят классная клиника. Софи, ты же собака, как ты можешь сама записаться? Эйва, надо встань, ничего не понимаешь. Так, термометрия, аускультация, пальпация, биохимическое исследование крови, цифровое рентгенографическое... Ой, что за слова такие? А я тебе говорил, Софи. Мам? Привет, с вами снова Догмама Аня, Чихуахуа Софи и Эйва. Подпишись на канал и становись продвинутым хозяином для своей собаки вместе с нами. Очень часто нам задают вопросы о здоровье собак. Присылают фото своих собак с повреждениями на коже. Или пишут, что у собаки сухой нос, или она кашляет, и что же теперь делать? Так что сегодня мы решили напомнить вам очень полезную информацию о том, как понять, что ваша собака болеет, как не пропустить эти самые симптомы болезни у собаки, и что делать, если болезнь уже наступила. Смотрите видео до конца, там мы расскажем, как не дать вашей собаке заболеть. А сейчас нужно запомнить одну главную вещь. Нет пород собак, представителей которых вы не болели вообще никогда и ничем. Одни больше, другие меньше, но собаки гораздо менее чувствительны к боли, чем человек, и потому внешние признаки могут быть сразу нами не замечены. Поэтому с нашей стороны очень важна внимательность. Мам, ну скажи ей, отстань, Софи. А вообще... Эйвен, ты что, заболел? Нет, я просто подравился шертью Софи, она ко мне лезет, потому что постоянно. Я просто... Ой, Эйвен, бедненький. Ах ты ебеда, корзебеда. Чихай, я тут специально ему показываю. Да отстань ты, Софи, отстань ты от меня. Нет, не отстану я от тебя, ебеда. Все, Софи, да ты мне надоело. Софи отстанет от меня. Как вы знаете, к каждому видео мы подходим очень серьезно. Поэтому в этот раз мы решили обратиться к специалисту из ветеринарной клиники Биоконтроль, профессиональному ветеринару Шишмер Александру Александровичу, и узнать у него, как у профессионала. Как же понять, что ваша собака заболела? Если вам нужен ветеринарный врач, ссылка на ветклинику Биоконтроль есть в описании к этому видео. На самом деле, ответ на этот вопрос очень простой. Когда мы понимаем, что мы болеем, у нас в себе что-то происходит, что, в принципе, мы считаем экстраординарным, да? Так же и с животным. Если мы видим визуально, что животное хуже ест, хуже пьет, какие-то физиологические его процессы происходят не так, как они происходили обычно, значит, с животным что-то нехорошо. И, скорее всего, животное себя не очень хорошо чувствует. Обычные банальные признаки, по которым мы определяем, что мы больны. Повышение температуры, гнетение, вялость, слабость, снижение аппетита или какие-то нарушения приема пищи или опорождение кишечника. Вот это те признаки, на которые владелец животного должен ориентироваться и по которому он может понять, что у животного нехорошо и не требуется показаться врачом. А я знаю, что болезни бывают разные. Отстань! Да я сказать хочу! Болезни... Ну давай, поиграем! Да, София, оставь ты меня в покое уже! Ты минуту оторвешь сейчас! Так вот, болезни бывают разные. Отстань! Болезни бывают разные, и симптомы бывают... Отстань! Отстань! А ты, Тань, ты, София, ты глупая! Я что-то сказал? Ах, я глупая! Да, ты глупая, а вот ты даже не знаешь, что болезни бывают самые разные. Симптомы одной болезни могут быть похожи на симптомы другой, поэтому и надо идти к врачу, чтобы он ставил диагноз. Ну все, раз я глупая, я на тебя обиделась. Фух, ну слава богу. Ты что, правда обиделась? Ну ладно, а что я сказал? Да ты что, София? Все, я обиделась, я ухожу. Ну что ж, подведем итоги сказанного. Самый главный симптом болезни у собак это... Температура. Средняя температура для собаки 38,5-38,9 градусов Цельсия. Если температура выше 39,5, нужно немедля обратиться к ветеринару, поскольку многие серьезные инфекционные заболевания сопровождаются повышением температуры. Потеря аппетита. Нарушение пищеварения. Диарея или запор. Потеря или избыток веса. Выделение из носа и глаз и прочие. Чихание. Кашель. Отдышка. Сильная жажда. Рвота. Неконтролируемая моча и спускание. Зуд. Наличие паразитов. Неприятный запах изо рта. Ненормальный вид кала или мочи. Нестандартное поведение. Как же не пропустить признаки болезни у собаки? Каждое утро необходимо осматривать питомца. Не течет ли нос, не слишком ли текут глазки, все ли нормально в ушах. Внимательно осмотреть, нет ли каких-либо повреждений на теле, ранок, царапин, хорошо ли выглядит кожа. Наблюдать за тем, нормально ли передвигается собака, может быть она хромает. И в целом, как она себя ведет. Никогда не стыдиться внимательно рассматривать кал, мочу и другие выделения. Вовремя сдавать анализы. Что делать, если признаки уже есть? При наличии каких-то признаков нездоровья, вам необходимо сразу показать свою собаку-ветеринару. Только специалист должен точно поставить диагноз и назначить подходящее лечение. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением, это действительно может привести к самым худшим последствиям. Не тратьте время, задавая вопросы на форумах и в группах, потому что иногда этого времени может оказаться мало. Очень часто бывают такие случаи, что собака явно болеет, а люди идут в интернет, пишут комментарии, задают вопросы, находят какие-то симптомы, решают, что это эта болезнь, начинают ее лечить, а в конце концов случаются летальные исходы. Потому что оказывается, что это была совершенно другая болезнь. Поэтому не тяните время, если ваша собака заболела и идите к врачу. А теперь, как мы обещали, мы расскажем о том, как уменьшить риски болезни и не давать вашей собаке заболеть. Здоровая образ жизни это самое главное как для людей, так и для собак. Поэтому ваша собака не будет болеть или будет болеть точно меньше, если вы будете соблюдать простые вещи. Проверка ушей, кожи, лап, тела, уход за собакой в целом, уход за глазами, чистка зубов, стрижка когтей, уход за шерстью, купание и чесание, прогулки на свежем воздухе, дрессировка, правильное питание, сон, обработка от клещей, блох, глистов и других паразитов, профилактические проверки у ветеринара. С вами, как всегда, были Доб, мама Аня, Чихуахуа Софи и ее брат Эйвен. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, это очень просто, нажимайте собачку внизу экрана. Пишите в комментариях, чем болела ваша собака и как вы ее лечили. Ставьте пальцы вверх и будет вам счастье. Пока-пока. Давай, Ивасик, я тебя осмотрю. И меня надо осмотреть, меня тоже надо осмотреть, меня осмотреть, меня, меня, меня осмотреть, меня, меня, меня тоже меня осмотреть. Софи, хватит уже нудеть, осмотрят и тебя. И тебя осмотрим, Софиша. Хорошо, да, и меня надо не забыть просто тоже осмотреть. Сейчас, Эйвена, осмотрим и тебя тоже после. Да, Эйвана, надо смотреть хорошенько Везде, за ушами тоже, смотрите, Эйвана А потом меня, да Да, да, Софиша И меня И тебя И меня И тебя И меня И тебя И меня